Снова я пришла к моему любимому стоматологу, Нерми. Давай покажите, самый хороший стоматолог в Грузии. Я с Турции приезжаю к ней, два года не делаю ничего зубами, чтобы прийти к ней попасть. Обращайтесь, профессионал, чистота, знаете, качественные материалы очень долго служат, супер, просто нет слов. Не реклама от чистого сердца. Еще мы знаем друг друга почти с детства. Соседи и вообще очень у нас связывают тесные отношения. Все, я сажусь на кресло, а потом покажу вам мои зубки. Мы только что сделали прививку Дэми в две ручки, в пять лет ему положено. Вообще он звука не прознился, такой у меня мальчик-мужичок. А вот это вот, посмотрите на эту, свалилась на лестнице. Ну какая она непоседа. Иди сюда, Дэми, сейчас ко мне, иди. Сейчас мы зайдем опять вот тут в Витеби Банк, знакомой, и потом продолжим свой путь. А здесь у нас находится цирк, но там он не работает. Там очень красиво. А сейчас мы ходим к нотариусу. Еще нотариуса. Курс вот здесь, Пенши. Не будем менять. Как интересно сделали ресторан. Смотрите, прям на тротуаре выстроили. Там внутри. Иди ты покушай. Дела у нас, а не кушать. Видите, как красиво. И внутри есть. Здесь тоже сидят очень много. Это центральная улица Горького. Здесь очень вкусные напротив. Ачапури Аджарский. Лагуна, кажется, называется. И вот здесь Ирмочка наша в цветочном магазине. Мы потом зайдем к ней в гости. Нам нужен нотариус. Вот в этом дворе будет нотариус. Хочу показать вам магазин. Магазин показать моей кумы Ирмы, которую вы видели раньше. Вот у нее такой красивый магазин. И вот такие красивые цветы. Розочки такие, беленькие. Какая монстерна большая. Покажу вам красоту. О, какая красота. Какие красивые цветы. Если было возможно, я бы с удовольствием их повезла в Турцию. Боже мой, какая прелесть. Смотрите, друзья. Ммм, какие красивые орхидеи. Обалдеть. Вот это какой красивый цветок, Анжела. О, и этот какой красивый. Вот знаешь, что я хотела сказать? Что в Турции не умеют делать красивые букеты. А сейчас посмотрим, как делают букетики. В Грузии, в Батуми. Так, тише, дети. Красота. Дети мои с ума сходят. Это розы такие, да? Эстома. Эстома. Этот цветок такой, да? Что-то новое. Извините, я постою в пеной к вам. Так, встаньте вот там, быстро. Сейчас уходим и уходим. Смотрите на этих хулиганов моих. Вот тут сядьте, сядьте, пока те уйдут. Садитесь оба. Ммм, красные. Хорошие. Более. 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 И еще я хотела заветить Турцию в холодильнике. Розы хранят. Ты слышала об этом такое? Ну, у вас нормальные, они в шикарном состоянии. Вот такой букет сколько стоит? 28 лар. 28 лар вот такой букетик. Спасибо, Анжела, вот и попала ты в экран. Я сфотографирую с улицы, что ли. Я это сфотографирую. А этой сколько? Наверное, лет 15? Вот этой. Здесь она стоит уже. 15 лет она здесь. Да я знаю, я помню ее маленькой. А еще там есть на улице. Ну, светная та, полосатая, с улицы сфотографирую. Да? Сейчас пойду с улицы. Потому что она уже не редкая. Аккуратно. Ммм, какая красота. Вы видели такую монстыр? Обалдеть. Обалдеть. А эта сколько стоит? Эта не продается. Не продается, да? И вот эта такой, какие-какие... Фикус. Очень красивый эта. Все, мы пошли, потому что тут уже дети бесятся. Вот эта очень красивая, вот эта. Это на день вырастет. Правда. Наконец-то я их на свободу выгнала. Детей мои. Посмотрите, что они творят. Третьего нету. Ох, третьего нету. Сколько энергии, сколько энергии. Посмотрите, какой красивый здесь парк. Вот раньше, вот на этой территории был русский госпиталь, российский. Потом его здесь поломали и перенесли в филочуре. Я там работала. Посмотрите, какое красивое дерево. Какой красивый дом. Один, второй, третий. Посмотрите, сейчас мы с детками. Сейчас мы с детьми немножко погуляем здесь. Полтора часа у нас есть и заберем младшеньку. И я поведу их в парикмахерскую, чтобы постричь нашего мальчика. А ты что думала, когда ты была у Анжелы? Пока я не хотела. Сейчас люди слушают, что ты хочешь. Вот видите? Пошли мы гулять. Я представляю, какая ты будешь грязная. Я тебе на такси отправлю халю. Давай, давай. В меди дай ему. Красота, красота. Кувыркайся. Посмотрите, внучка моя покажет, что она умеет делать. Посмотрите. Ровненько ножки. Ой, ты моя девочка. Ой, моя непоседа. Ой, как ей надо гимнастика. Ой, моя лапулечка. Спортсменочка. Все, доченька. Все, доченька, говорит. Я сразу взяла сапожки. Да. А кто тебя научил? Меня научили давно. Когда я в садик шла, я делала. Мари, дай мари, дай мари. Как Мари. Толстячок мой. Она знала, она вот так уделала. А теперь не знает. Ну все, дети, пошли теперь на бульвар. Покажем нашим друзьям и подписчикам наш красивый бульвар. Если бы это было сейчас в Турции, то тут бы устроили пикник. Наши турецкий народ. А здесь, посмотрите, только некоторые. Можно я погладила? А впереди мы видим лошадку. Нельзя. Нельзя трогать лошадку. Нельзя. Потому что без разрешения нельзя. Иди сюда. Иди сюда. Без этого. Реакция. Она может, знаешь, ножкой так тебя ударить, что ты отлетишь и в дерево врежешься. Она еще может. Да, не будем рисковать. Посмотрите, у нее есть этот, а она ходить может. Она еще вот так вот может делать. Мини, она упадет и в укроп пойдет. Конечно, Бибу. Без разрешения ничего нельзя трогать. Я вам сколько раз повторяла. Так, а это местный зоопарк. Такой мини-мини. Тут очень много уточек. Посмотрите, какие уточки. Наш бульвар. Очень много зелени. Собачку не подходите, потому что я не знаю, какая она. Да что с тобой творится? Идем мы в туалет. Тут туалета нет. А это что? Куропатки. Вы видите? Куропатки. Куропатки красивые такие. Давайте увеличим. А кто в воде? Ку-ка-р-ку. 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 Красивая куропаточка. Ку-ка-р-ку. Если я вас повезу в Тарсу, знаете в Тарсусе какой зоопарк красивый? Огромный, креогромный. Птичкин дом вижу. Повези, папа. Птичкин дом. Да, птичкин дом. Скворечник называется. И вот скворечники. Смотрите, мои хорошие, наш батумский бульвар. Все, пошли. Давай ручку. Собачка умная какая сидит, видишь? Ждет команду. Вот здесь все люди прячутся от такой жары, под ветвями елок, магнолий, других растений. А здесь у нас птички. Это не птички, это попугай. Попугай это не птички? Да, это птички. Да, это птички. А, пошли. Это попугай, попугай. Да, очень много попугай. Здесь, я помню, играла со шпилом. Теннис. Попугай. Так, вон там туалет. Пойдем. А тут летний театр был. Деньги не надо, у нас дома ракетки. Вот мои хорошие, куда мы попали с моими внуками. С моими энергичными внуками. А почему ты так говоришь? Решили пойти. Посмотрите, какой красивый бульвар в городе Батуми. Вроде бы жарко, а сколько людей прячутся. Это огромный город. Огромный город. Даже там деньги не надо давать. Да. Знаете, что? Что? Как мы сделаем с вами? Там же деньги не надо давать. Надо же и за Ирмочка идти. Четыре часа у нас час есть. Погуляем, вы не устанете? Нет, не устанете. Ну все, тогда пойдем смотреть. А это в суху смотреть. Сух. Пальмовая роща. На машине чуть-чуть покатаемся. А это бананы, которые никогда не созревают. Потому что не хватает тепла, наверное, жары. А это можно трогать? Бананы? Ну, бананы это... Да, это бананы. Здесь вот ЗАГС. Видите, такой ЗАГС. Дальше. Здесь, наверное, ремонтируют фонтаны. Смотрю, что еще что-то здесь выстроят. Видите, как красиво, да? Какая красота. Какая красота, друзья. Я не знаю, откуда у меня наберутся силы. А мы посидели у Анжелы. Я выпила кофе. Детям сок купила с мороженым. И направились, потому что они перевернули весь цветочный магазин. Покажу вам Батуми. Мои красивые, любимые Батуми. Не удается прочитать ваши комментарии, ответить на них. Вы уж простите меня. У меня такой загруженный и день, и ночь, можно сказать. Я вечером только успеваю монтировать и отключаюсь. Потому что вот эти сокровища у меня... О, посмотрите, как это... Тихо. Как это опасно. Не могут остановить, да? Да. Я поэтому боюсь. Там летний театр. Там летний театр. Ой! А почему тут все? Это самое высокое здание в городе Батуми. Сколько этажей, не могу вам сказать. Но у меня были раньше такие сведения, что оно самое высокое. Вот это вот. Вот это вот. Здесь тоже красивые клумбы. А ну, интересно, вкусная вода здесь. Мы же не привыкли в Турции пить с крана. Сули на улице. А ну, я попробую. Ой. Ничего, водичка. Ничего, водичка. Какая экономная, конечно, с бабулей. Туалет стоит лар. Представляете, один лар – это 3-4 лиры. Посмотрите на них. Ты, говорит, посидишь. Как раз я с ними посижу. Как раз. Пепа, умоляю тебя, не свались оттуда. Вот у меня внуки сладкие-пресладкие. А эта такая сразу общительная. Со всеми найдет общий язык. Пеми, осторожно, мой мальчик. Ну, нормально себя чувствует после прививки. Сказали, что может быть. Может быть, через… На десятые сутки может подняться температура. Значит, сегодня у нас число 16-ое, да? 16-ое. И, может быть, 26-ое. Тебе нравятся эти качели? Да, нравится. Дай мне к шапку, чтобы тебе не мешало. А босоножки нравятся бабуле? Посмотрите. Весь у вас сеть. Ты посмотри. Сколько мне энергии. И вот еще у нас какие-то здесь аттракционы непонятные. Ну, мне хочется посидеть где-нибудь. Потому что я не высижу здесь. Не выстою. Где мне посидеть? Там на солнышке. Где-то надо найти себе лавочку. Смотрите на нее. Эти колонны, как были, так и остались. Знаменитые колонны. Вы представляете, я еще не видела моря. Я не видела моря. Вот там оно. Чуть-чуть надо посмотреть. А вот наша набережная. Да я посмотрю море и потом пойдем. Здесь раньше были диско. Дискотеки. Вот такая длинная набережная. Море черное. Все, пойдем, пойдем. В следующий раз возьмем купальники и придем сюда. Волшебное слово, пожалуйста, Бибу. Ты уже сказала. И мы должны сейчас забрать Ермочку. Мы с вами сюда придем в вечернее время, когда не будет такой жары. Шестнадцатого июля сегодня будет рок-концерт. Концерт? Готовят сцены. Можно мы посмотрим концерт? Летний театр, друзья мои. Ну, пожалуйста, посмотрим. О, красивый павлин. Посмотри павлин. Красивый павлин, да? Она раскрывает вот это все, и она очень красиво становится. Хвост красивый, да? А когда она делает это все? Когда ей хочется. Сейчас не хочется в жару работать, раскрывать свой хвост. Скажи на парк. Как красиво. Какой красивый парк. Напишите в комментариях, вы парк любите или аквапарк? Ты столько вопросов задаешь моим друзьям. Или бурвар. Или бурвар. Бульвар. Кипалка-кипалка, я не знаю, как она называется. Как она называется? Нейрографика. Да, нейрографика. Они, может, нарисовали твои подписчики на график. Хе-хе-хе. Это какой-то кружок. А ну, они где-то там. Кругу делай. Бебу, не трогай ручками. Я хочу вас. Не надо. Я хочу. Любуюсь красотами Батуми. Сегодня мы его с детками много погуляли. Мари, пойдемте. Я в предыдущем видео рассказывала, что это Широтон. Но не объяснила, оказывается, что это гостиница и казино, и ресторан. А вот это для посетителей, клиентов Широтона гостиницы. Бассейн такой. Очень красивый. Деми, идите сюда. Пятизвездный. Отель. Брызгайся, не брызгайся. Все. Все, слезайте. Ручки помыли, ручки? Хочу ответить некоторым подписчикам на их вопросы. Я вас очень прошу, не переживайте. За что? За то, что я везу детей, значит, так надо делать. Это наши внуки, это мои внуки. Мой муж не против. Если бы он был против, я бы их не взяла. Это уже третий раз мы забираем внуков. Просто я еще когда не была блогером, поэтому вы это не видели. НДР обожает детей. И такая ситуация у него получилась с его детьми, что он их не видит, почему по вине его мамы. Также дети не хотят видеть. И я не навязываю ему своих детей, он их сам хочет. Каждый день мы общаемся по телефону, он с нетерпением нас ждет, но мы ждем, когда будут документы мои готовые, документы детей. И когда мы двинемся в путь, наверное, я еще останусь здесь и здесь. Так как бы не так все быстро получается, как бы нам хотело. Вы что, не переживаете, друзья мои? Мой МДР ждет моих детей. И нам там легче будет посмотреть. И они посмотрят, увидим, и на море с них походим, позагораем. И моя мама отдохнет. А моя мама никогда никуда не ездила в таком возрасте на такие далекие расстояния. Она даже не 2 часа езды никуда не может поехать. Даже вот полчаса ей уже плохо в дороге, ей воздуха не хватает, у нее какая-то паника. Поэтому она категорично отказалась приехать в Турцию. Хотя я очень хочу ее забрать, естественно, показать, где я живу, чтобы она успокоена, чтобы она не нервничала. Но она, в принципе, не нервничает. Всем довольна и очень рада, как если я заберу детей, и вот тогда она отдохнет. Вот центральный вход в гостиницу Широтон. Какой красивый дом, сдается квартира. Но тут также кафе на первом этаже, старый бульвар очень хороший. Я в него раньше приходила. Вот в этом родоме Светлана-то родила своих деток. Вот на втором этаже. Знаете что, сейчас мы переходим дорогу вообще постоянно. Вот если увидят водители людей, переходящих дорогу, они останавливаются, какой бы ни был цвет светофора. Вот почему мне нравятся здесь движения в Батуми и в Грузии вообще. Все уважительно относятся к пешеходам. Сразу тормозят и дают дорогу. Мы идем в садик за Ирмочкой. Мы подошли к пионерскому парку. Вот там, видите, впереди колонны, там пионерский парк. Это улица Сталина. Впереди, видите, казино новое здание. В общем, Батуми можно пройти за пару часов, весь обойти. А нам вперед к улице Горького. Какое изобилие ягод здесь. Колубика. Вот это что за черное. Тут красная смородина. Черная смородина. Вот такой виноград. Груши. Сливы разных сортов. И вот такие груши у нас нет в Турции. Нет, не заняты. Прошли брали мою принцессу, Ирмочка. Как спросили, кто бабуля, удивились, что это бабуля Ирмочка моя. Я говорю, да, бабуля забирает их. Они удивились очень сильно. Сейчас Ирмочка. Ирины постригли. Сейчас Ирмочку. Повернись, бабуля, покажи. Сейчас Ирмочки чуть-чуть. Какая она счастливая. Сейчас, подожди, посажу тебя. Подожди. Стой. Ты сейчас свалишься. И чуть-чуть подстрижем кончики, чтобы мне было легко заплекать их потом. Ай, моя Ирмочка. Какая она счастливая. Ой, принцесса. Ай, моя Ирмочка, она будет? Нет, та будет. А ты кем будешь? Волосики подстригли. Чуть-чуть красивые стали. Принцесса. Она сейчас принцесса. Она сейчас принцесса. Скажи спасибо. Спасибо, скажите все. Спасибо. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Друзья мои, вот с дочерью вышли вечером опять на работу. Идет, вы ее не видите. Пришла целый день спит, ночами работает. Поэтому вот только по вечерам иногда встречаемся.